Приветствую вас. Отвечая на вопрос, хочется сказать так, что для начала вам нужно определить, действительно ли у вас кризис среднего возраста, на чем он основан, то есть с чего начался. Далее, если у вас депрессия, то ее лучше всего диагностировать у врача, потому что это заболевание, и при нем, так как и при любом другом заболевании, назначается медикаментозная терапия, скупая с психотерапией. Ну, а воздействительно всего остального я могу сказать так, это подделья веры в себя, это кризис-кризис, когда привычные цели, привычные стимулы жизни перестали работать, сломались, новых мы не нашли, в результате апатия, лень и раздражительности. Собственно говоря, лень – это неверие в себя, лень – это отсутствие смысла что-либо делать. Соответственно, нужно эти новые смыслы вам найти для себя, то есть демотивировать себя на то, чтобы что-то делать. Поиск смыслов вытекает из четкого поиска того, для чего нужно делать то или иное. Раздражительность. Раздражительность – это, по сути дела, перенос тех моментов, которые вы сами в себе не принимаете на других людей. То есть нужно эти моменты выявить, понять, почему вы их не принимаете, либо исправить, либо принять. Далее вы пишите, что у вас город маленький, интересов мало. Совершенно непонятно, почему интересы определяются городом. Может быть, можно ездить за город, можно ездить в другой город, можно еще как-то менять свою жизнь и носить в нее что-то новое. Почему вы говорите, что у вас мало интересов, тоже не очень понятно. Тем не менее, круг-круг и круг свои интересы также нужно расширять. Также нужно прояснить вопрос вашей семьи, почему у вас ее нет, по крайней мере, про нее вы ничего не говорите. Или если есть, то насколько с ней все хорошо. Если у вас женщина, если нет, то почему. Если есть, то какие отношения с ней и так далее. То есть, что вам делать, отвечая на вопрос, что делать. Я думаю, что вы можете выбрать эксперта на нашем ресурсе и начать с ним работу по выявлению своих проблем. В частности, откуда вы знаете, что у вас кризис среднего возраста и он длится у вас уже на протяжении десяти лет. Вполне вероятно, что вы думаете только, что это кризис. На самом деле, речь идет немножечко о другом, о неразрешимых внутренних противоречиях, конфликтах. Как я уже сказал, обстоятельства в вашей жизни изменились, стали другими, а вы по инерции продолжаете использовать привычные модели поведения. И, собственно говоря, из-за этого тоже, я думаю, могут возникать проблемы. Вообще-то говоря, мой вопрос, который остается открытым, это когда, с какого момента у вас началось подобное состояние. Когда вы потеряли веру в себя, начали лениться, быстро-дражительным, депрессовать. На этом все. Надеюсь, что помогу вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.